Есть деградация политического института, который называется государственность в широком смысле этого слова в Европе. И ты абсолютно прав, и Фридман, которого цитируешь, абсолютно прав, это есть, и, наверное, ровно по тем причинам, о которых ты говоришь. Но есть идущая параллельно, наверное, в тесной взаимосвязи, но, в общем-то, отдельный процесс, личностная деградация населения. Да, есть колоссальная разница между Германией как страной, как государством с определенными порядками, нынешней и времен Бисмарка или даже Гитлера. Но при этом нельзя не понимать, что и сами немцы, и сам немецкий народ, даже если его поместить в другой, это все равно совсем не тот народ, который был во времена упомянутых эпох, про которые я сейчас говорю. И вот эта личностная деградация, на мой взгляд, из моих знакомств с европейцами, зашла настолько далеко, что если сейчас там и серьезные, и я поэтому считаю, что там возвращение к национальному государству возможно, но оно не приведет ни к чему хорошему. Они перешли критическую черту не в государственности. Опыт нашей страны, после всяких смутных времен, в том числе после последнего смутного времени 90-х годов, государственность, если она давняя и с традициями, а не такая, как на Украине, она может восстановиться. А вот население, это население, так сказать, тут ничего не сделаешь. Поэтому я считаю, мое мнение, что с точки зрения, что европейская песня спета, им грех жаловаться, она звучала века и звучала мощно, но она спета. И для нас, для России, весь интерес к тому, кому Европа достанется. А это вопрос очень нетривиальный, не в том смысле, что гадать нужно, а в том смысле, что надо хорошо подумать, а нужно ли нам такое население. Но, тем не менее, вот тут и надо думать.